Одним из колоссальных достоинств хвойных кустарников и деревьев является их вечнозелёность. Большинство видов, за исключением, пожалуй, лиственницы, сохраняют свой декоративный вид в течение всего года. Среди хвойных деревьев и кустарников, а это и различные сорта туи, можжевельников, туёвики, сосны, кипарисовики и так далее, всегда можно подобрать тот, который подойдёт вашему участку наилучшим образом. Хвойные кустарники прекрасно подходят как для одиночных посадок, так и для создания групп и изгородей. Многие из них являются светолюбивыми, однако если ваш участок находится в тени, можно подобрать и теневыносливые растения. У туи существует огромное количество сортов, от самых высоких, которые во взрослом состоянии достигают 6-7 метровой высоты, до небольших экземпляров, которые и за 10 лет не вырастут до метра. Среди туи имеются сорта как салатовой, жёлтой, так и с тёмно-зелёной хвоей. Имеются вариагатные формы, которые сочетают в себе хвою различного цвета. Может комбинироваться белая и жёлтая и зелёная, может комбинироваться белая и зелёная, жёлтая и зелёная. Такая, как вам подходит наилучшим образом. Для того, чтобы посадить хвойное растение, не требуется никаких хлопот, поскольку большинство из них весьма и весьма нетребовательны к условиям содержания. Среди туи можно отыскать чрезвычайно необычные формы. Например, туя теди характерна так называемой ювенильной формой хвои. Юной, молодой, она никогда не стареет. Благодаря этому она довольно легко укореняется и может быть легко размножена в домашних условиях. Из неё можно сделать замечательные невысокие изгороди, либо высаживать отдельно или в небольшие группы. В этом случае она создаст прекрасные изумрудно-зелёные шарики, которые станут необычной фактурой для вашего сада. Не только туя теди характерна своей шаровидной формой роста. Есть множество сортов туи западной, самой устойчивой к неблагоприятным условиям зимовки, которые также формируют шаровидную крону. Например, туя даника или многие другие. Если вы хотите завести себе такого колобка на участке, отдайте обязательно предпочтение туям подобного рода. Для многих можжевельников характерна горизонтальная или промежуточная форма роста. Однако при желании можно подобрать и высокорослые вертикальные сорта. Можжевельник скальный характерен не только вот такой высокой кипарисовидной формой кроны, а однако же ещё и замечательной сизой окраской хвои. Он создаст замечательный акцент, похожий на Крым или какую-то южную территорию, где подобного рода растения весьма характерны. Горизонтальные можжевельники замечательно подходят для входной группы, для посадки где-то у крыльца, у беседки. Там, где необходимо задекорировать довольно большую площадь без поднятия веток вверх. Кроме того, многие можжевельники, так же как туи и другие хвойные, выделяют в воздух большое количество защитных веществ, фитонцидов. Поэтому равномерное распределение хвойников по вашему участку будет не только благоприятно воздействовать на ваше здоровье, но и существенно оздоравливать ваш сад, а также овощные грядки. Комбинируйте огород с посадками хвойных растений, и тогда у вас будет гораздо меньше хлопот по защите их от вредителей и болезней. Ещё одна необычная группа хвойных растений представлена кипарисовиками. Длительное время они были недоступны жителям Российской Федерации и многих стран постсоветского пространства. Однако сейчас, когда селекционеры создали устойчивые к зимним условиям сорта, они могут выращиваться в чрезвычайно широком диапазоне климата. Кипарисовик горохоплодный, кипарисовик нукайский, кипарисовик туполисный и многие другие обладают широчайшим разнообразием фактур. Среди них есть крайне экзотические виды, которые станут действительно удивлением для всех, кто будет приходить к вам на участок, да и для вас самих. Можно подобрать формы сизой, жёлтой кроны, плакучие, и вот такие вот крохи, которые будут расти очень-очень долго, длительное время, и в то же время поражать декоративностью своей кроны. Подберите себе кипарисовик, посадите, это очень благодарное растение, которое будет удивлять, украшать и радовать вас в течение всего года. Не забывайте также о соснах, елях и других хвойниках, которые вы можете найти в каталоге компании Процветок. Почтовая рассылка хвойных растений через интернет-магазин является удачным способом приобрести широкий ассортимент этих ценных возеленений растений. Надо помнить, что хвойные, в отличие от лиственных, приживаются достаточно сложно в том случае, если они пересаживаются во взрослом состоянии. Поэтому чем моложе ваше хвойное растение, тем выше шанс, что оно приживётся хорошо и будет вас радовать много лет. Размер хвойных растений, которые пересылаются в посылки, зависит не только от его возраста, а оптимальным является одно трёхлетнее растение, но также и от сорта. Если сорт является буйно-быстрорастущим, он присылается в более крупном горшочке. Если же это карличи, который нарастает в год по полсантиметра, то и он будет меньшего размера. Присылаться он будет в П-9 горшочке. Большинство хвойных растений присылаются вот в таких П-9 горшочках, и высота их не больше 15 сантиметров, как правило. Хотя иногда высылаются и более крупные экземпляры. Это делается с заботой о тех, кто заказывает, о вас, получателей этих товаров. Потому что в этом случае есть большая гарантия того, что приживаемость этих хвойных растений будет стопроцентная, а в ходе пересылки растения не будут повреждены. Не переживайте за маленький размер полученных растений. Через 3-4 года эта туя станет действительно уже довольно большим экземпляром. Стоит лишь правильно и адекватно за ней поухаживать. То же самое касается сосен, елей, можжевельников, кипарисовиков и всех других растений, реализуемых через интернет-магазин «Процветок». Заказывайте эти растения, и вы будете не только оздоравливаться благодаря их особым выделениям и пользе для здоровья, но также будете радоваться разнообразию их фактур, разнообразию их функциональности. Посадите их в живые изгороди, скомбинируйте различные сорта для получения только вашего дизайна на вашем участке, и вы получите непревзойденный результат.